Всем по лунному привету, с вами Лунный Монах. Знаете, немного подумав, не без содействия Александра Эл, я решил открыть новую, никем не захваченную тематику Руофа, которая будет называться в простонародье «Кто-то против кого-то», сокращенно «Версус», следуя за модой нынешнего Ютуба. Первыми, кто примут бой, будут злостные антагонисты двух совершенно разных аддонов. Кто это, вы, несомненно, уже знаете из названия видео. Встречайте, месье, просто горячий парень, Смертокрыл. Слева же выступит принц Лордерона, обожатель молодых магичек и просто холодный парень, король Лич, Артес Сминитил. Кто же победит в этом сложном поединке? Сейчас мы с вами выясним. Стартуем! А кто, по-вашему, сильнее? Король Лич или Смертокрыл? Напишите вашу точку зрения в комментариях. Я бросаю вам корм для мозгов. Надеюсь, что вы прочитали дисклеймер, прежде чем продолжить просмотр этого видео. Ведь вам сразу становится ясно, что что-то тут не чисто, и перед вами выступают два противника в совершенно разных весовых категориях. Все верно. Но бой между этими антагонистами произойдет не лоб в лоб, а при помощи собственных многочисленных армий. Представим на минутку, что король Лич смог дожить до времен катаклизма, при этом убив всех героев Азерота. Тириана, Вариана, Гороша и прочих персонажей во время штурма цитадали Ледяной Короны. Обобщая все это, можно смело утверждать, что король Лич завладел самой могущественной армией на Азероте. Вдобавок, мы можем приписать сюда Некромантов, Рыцарей Смерти, Личей, Ледяных Драконов, Врайкулов, Паганищ, Санлейн, Виндиго и прочих зверушек, которые находятся под властью короля Лича. Теперь приступим к МС справа. Данный неадекватный, саморазрушающийся, смердящий огоньком дракон вылетает из водоворота чудес, создавая при этом катаклизм из-за буйства стихий. Под его крылом находится культ Сумеричного Молота во главе с Чагалом, ненавистная жена, рожающая драконщиков, Рагнарос, Аллакир, Нефариан с его созданиями и вся армия Черного Дракона еще приправляется древними богами. Так есть ли шанс на победу у короля мертвых, ведь он вступает в бой против Аспекта Смерти? Конечно, шанс есть, но он, несомненно, меньше, чем шанс победы Смертокрыла. Поэтому нужно детально разобрать преимущества каждой стороны и вынести вердикт. Король Лич имеет при себе легендарный клинок и магические доспехи, позволяющие ему быть полубогом. Или по выражению Криса Мэтсена являться самым могущественным существом на Азероте. Лич Кинг и некоторые из его слуг имеют способность воскрешать мертвых. И тут сразу же возникает вопрос, смог бы Лич Кинг воскресить безликих, состоящих из непонятной смеси, и сумеречных драконов, которые состоят из сгуска темной энергии? Если нет, то Смертокрыл, благодаря нехитрым манипуляциям, не позволит армии короля Лича обзаводиться новыми воинами, а значит Лич потерпит поражение. Хоть многие говорят, что Смертокрыла можно уничтожить только с помощью души дракона, но если вспомнить события конца времен, то мы увидим, что аспект смерти собственноручно насадился на храм драконьего покоя и скончался. Значит, король Лич сможет применить Ледяную Скорбь в схватке с Смертокрылом и одержать победу. Единственной проблемой тут является выбор места, в которое необходимо вонзить клинок для уничтожения дракона, что также вызывает определенные трудности и понижает шанс победы короля мертвых. Также неизвестно, подействует ли на Смертокрыла чума. В положительном случае победа будет за Артасом, в противном случае аспект смерти ничего не почувствует. При всем при том, драколичи сражаются наравне с другими драконами. Король мертвых смог бы воскрешать другие многочисленные расы Азерота. На службе короля Лича числятся самые великие воскрешенные герои Азерота. Теперь обсудим сильные и слабые стороны Смертокрыла. Данный персонаж обладает поистине колоссальной силой. При всем его желании он смог бы разрушить цитада Ледяной Короны в одиночку. Его плоть защищена пластинами, укрепленными Элементием, которые невероятно трудно разрушить. Его размеры можно сопоставить с размерами трех дирижаблей. Опять же, армия Безликих может без труда проникнуть на любой континент и начать военные действия там. Но вот владыки Элементали не способны покинуть свои владения, и поэтому поддержку от них можно ожидать только в местах их присутствия. И вообще, как можно сравнивать Аспекта и Короля Лича? Аспект – это прямое создание, а Смертокрыл – это создание титанов, усиленное древними богами. А Король Лич – это инструмент прислужника Титана. Что тут сравнивать? На самом деле, неважно кто ты, так как история показала нам, как обычный смертный орк по имени Громаш Адский Крик уничтожил Монорота, одного из самых значимых полководцев Легиона. Также и Артас, ему лишь нужно применить свою сноровку, хладный ум и пытливость, чтобы выиграть в бою с Смертокрылом. Итак, время подвести итоги. Давайте наберем 800 лайков под этим видео, и я выпущу продолжение данной рубрики. По результатам всего вышесказанного, я расцениваю шансы на победу 40 на 60 в пользу Смертокрыла, так как ему нужно совершить гораздо меньшие манипуляции, чтобы расправиться с Королем Личом. Да и вообще, аспект смерти включает в себя такое понятие, как мертвый, нежить и труп. Поэтому Король Мертвых стоит на ранг ниже. На этом видео подошло к концу. Не забудьте оценить его и подписаться на канал. Не забывайте заглядывать к нам на стрим в субботу в 18 часов по московскому времени. Обо всех изменениях канала вы сможете узнать в нашей группе ВКонтакте. Ссылочка находится в описании. С вами был Лунный Монах. Всем спасибо за просмотр и до скорых лунных встреч.